Арсений Владимирович – известный путешественник, исследователь Дальнего Востока, краевед, собиратель этнографических коллекций, писатель. Он внес огромный вклад в различные естественные и исторические науки, географию, метеорологию, климатологию, естествознание, изучение флоры и фауны. Следует отметить его особые заслуги в изучении археологии и этнографии Дальнего Востока. Владимир Арсеньев родился 10 сентября 1872 года в Петербурге. Его отец Клавдий Арсеньев был выходцем из Тверских крепостных, дослужился до заведующего движением Московской окружной железной дороги, был удостоен почетного звания потомственного гражданина Санкт-Петербурга. В семье Арсеньевы все увлекались чтением приключенческой литературы о путешествиях и географических открытиях. Дядя с материнской стороны Яиль Кашлачев был страстным любителем природы. Именно с ним Владимир ездил в первой экспедиции по реке Тосне под Петербургом. Согласно военной реформе 1874 года призыву на действительную военную службу в русскую императорскую армию подлежали годные по состоянию здоровья подданные, достигшие возраста 20 лет. Так, в 1891 году Владимир Клавдевич и оказался на военной службе в 145-м Новочеркасском императора Александра Третьего пехотном полку. В то время военнослужащие срочной службы без оконченного среднего образования после одного года нахождения в армейских рядах имели право на поступление в Юнкерское военное училище, учебное заведение для подготовки нижних чинов пехоты и кавалерии к офицерскому званию. Для таких молодых людей, в отличие от остальных обучающихся, был предусмотрен сокращенный двухгодичный курс подготовки. Этим путем и пошел Арсеньев. В 1893 году он поступается в Петербургское пехотное юнкерское училище. Именно в стенах училища сформировался интерес Арсеньева географическим изысканием. Этому в немалой степени способствовал преподаватель географии, участник экспедиции по Памиру и Теньшанию Михаил Гром Гржемайло. После окончания обучения в 1896 году Владимир Арсеньев в чине подпоручика был направлен служить в 14-й Оланецкий пехотный полк, постоянным местом расположения которого стал польский город Ламжа. В 1900 году Владимир подал прошение о переводе на почти неизученный в то время Дальний Восток и его перевели в 1-й Владивостокский крепостной пехотный полк. В следующие годы офицер-путешественник ходил в короткие экспедиции по Дальнему Востоку, обследовал весь юг Приморья. Уже тогда Арсеньев не только наносил на карту то, что полагалось по заданию военного начальства, но и описывал флору и фауну, археологические находки и этнографические особенности местности. В период с 1904 по 1905 год, когда разгорелась русско-японская война, именно Арсеньев с его знанием о местности помог провести несколько удачных разведывательных операций. За это руководство приставило Владимира Клавдевича к орденам Святой Анны III и IV степени, а затем и к ордену Святого Станислава II и III степени. После поражения в войне было решено осваивать территорию Дальнего Востока. В 1906 году Приморский генерал-губернатор Павел Кунтербергер выделил средства на первую большую экспедицию. В нее отправили штабс-капитана Владимира Арсеньева, которого к тому моменту перевели в Хабаровск. Во время экспедиции команда Арсеньева изучала горную область Сихоте-Алини от залива Святой Ольги до бухты Терней и систему истоков реки Уссури. Путешественники наносили сведения на карту, делали фотографии и составляли подробные описания. Летом 1906 года группа встретила в тайге нанайского охотника Дерсу-Узала. Дерсу стал проводником и другом Арсеньева, а позже и героем его книг. В следующей экспедиции 1907 года Владимир Арсеньев продолжал изучать восточные склоны Сихоте-Алини и бассейнный рек Иман и Бекин. За семь месяцев группа прошла более тысячи верст, пережила две голодовки и зимнюю стужу без теплой одежды, которую унесло с лодкой. Но самой тяжелой стала экспедиция 1908-1910 годов. За 19 месяцев путешественники обследовали север Уссурийского края в нижнем течении реки Амур. В то время существовала путаница в географических наименованиях Дальнего Востока. Одновременно использовались китайские, удогейские и русские названия. Во время экспедиции Арсеньев привел их в единую систему, указал, как одна и та же река или гора называется у разных народов и какое русское наименование следует использовать. Кроме того, ученый выделил две климатические зоны – восточную морскую и западную, более континентальную, а также установил границу, где южная Маньчжурская флора резко переходит в северную Охотскую. Арсеньев описал быт и верование коренных народов Преамурья – удогейцев, орочей, нанайцев. Многие годы он работал над монографией «Страна Удаги», которая считал главным трудом своей жизни. После смерти Арсеньева уже практически готовая рукопись была утеряна, так и не увидев свет. По итогам этих экспедиций Арсеньев составил краткий военно-статистический очерк Уссурийского края – первую комплексную сводку данных о природе и людях региона. Книга напечатана в 1912 году для служебного пользования в Хабаровске. Там же в 1914 году была издана его книга «Китайцы в Уссурийском крае». В 1910-19 годах Владимир Арсеньев параллельно с военной службой работал директором Хабаровского краеведческого музея. Ученый встретился со знаменитым норвежским путешественником Фритиофом Нансеном, когда тот посетил Хабаровск в 1913 году. После переезда во Владивосток в начале 1920-х годов Арсеньев заведовал этнографическим отделом Приморского музея, который сегодня носит его имя. Обширный материал, собранный им во время экспедиции, пополнил коллекции не только Хабаровска и Владивостока. Многие предметы Арсеньев отправлял в дар Антропологическому музею Московского университета, Этнографическому музею Казанского университета, Этнографическому отделу Русского музея. За материалы, отправленные в Вашингтонский музей, путешественника избрали членом Вашингтонского национального географического общества. Всего Владимир Арсеньев состоял более чем в 20 научных обществах, включая Русское географическое общество и Британское королевское географическое общество. В 1920-х годах ученый побывал в экспедициях на Камчатке и Командорских островах, прошел по маршруту Советская гавань Хабаровск. Он преподавал и читал выездные лекции, консультировал кинематографистов и писал книги. В своих книгах Арсеньев совместил описание территории с размышлениями о человеке, культуре и цивилизации. Фундаментом его творчества стали материалы путешествий, а дневники наблюдений придали художественным произведениям убедительность и достоверность. В 1921 году вышла книга «По уссурийскому краю». В 1923 – «Дирсу узала». Далее увидели свет произведения. В горах – «Сихотая линия», сквозь тайгу, в дебрях уссурийского края и другие. Герой его книг привлекает своей стойкостью и жизнелюбием, уважением к природе и умением жить в гармонии с ней. В дальнейшем Владимир Клавдевич пишет и публикует произведения «В кратере вулкана», «Дорогой хищник» за соболями, «Искатели женьшени в уссурийском крае», «Тихоокеанский морж сквозь тайгу», а также большое количество докладов и трудов. Владимир Арсеньев не успел обработать и опубликовать все собранные им в ходе экспедиции материалы. 4 сентября 1930 года он умер от воспаления легких после инспекторской поездки на Нижний Амур. Владимир Клавдевич оставил богатое наследие. Он описал рельеф Приморья. Впервые досконально изучил горную систему «Сихоте-олень», подготовил работы о быте и нраве коренного населения Приморья. Ему принадлежит открытие истоков самых крупных рек региона. Результатом многочисленных экспедиций Арсеньева стало открытие более 200 археологических памятников на юге Дальнего Востока. Научное и литературное наследие Владимира Клавдевича Арсеньева не потеряло своей актуальности и сегодня. Ученые и исследователи многих стран обращаются к нему, находят ценные данные о природе, истории и этнографии Дальнего Востока.